Здравствуйте дорогие друзья! Очередной обзор проекта «Научи хорошему» посвящен детскому мультфильму «Книга жизни». Мультфильм рассказывает о романтической истории любви, которая случилась в Мексике на фоне празднования Дня Мёртвых. Сначала надо сделать небольшое отступление. В Мексике и ряде стран Центральной Америки действительно есть такой национальный праздник, посвященный памяти умерших. Общим символом праздника является череп, изображение скелетов и всего, что связано с загробным миром. Однако история любви на фоне Дня Мёртвых – это уже новшество Голливуда, который, стоит отметить, умеет выбирать информационные поводы для своих творений. Тем не менее, мультфильм «Книга жизни» был предназначен не для мексиканской аудитории, а для международной, и показали его в том числе в кинотеатрах России. Поэтому давайте разберемся, чему он мог научить российских детей. Ай, молодежь пошла, ходят под латы, убивать не хотят. Сразу бросается в глаза гламурный образ и гламурная атрибутика смерти, которая показана в мультфильме как нечто положительное и даже веселое. Оказавшись в загробном мире, главный герой встречает там всех своих умерших родственников, которые, оказывается, отлично проводят время, ведь у них там постоянный карнавал и праздник. Страна незабытых была полна радости и веселья. Все там было как на земле, но только более ярко, более красочно. И в День мертвых там проходили бесконечные вечеринки и блестящие парады. Никаких тревог. Здесь праздник каждый день. Со всеми санчесами. Ты можешь ехать от пуза. При этом тема смерти в мультфильме неразрывно связана с темой любви. Это не только проходит красной нитью через сюжет, согласно которому главный герой умирает, чтобы встретиться со своей умершей возлюбленной, но и наглядно прослеживается в знаках и образах. Практически все в мультфильме нарисовано с изображением костей, скелетов, черепов и сердечек. Эти образы повсюду. На одежде главных героев, на стенах, на животных, на музыкальных инструментах. Так много черепушек. Хоть что-то не отстой. Играй всем сердцем. Мария. Между тем, в 2013 году Россия заняла первое место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. Оснований полагать, что с тех пор ситуация сильно изменилась, нет. Согласитесь, нужно иметь очень извращенную фантазию, чтобы показывать в нашей стране мультфильм, идеализирующий образ смерти, представляющий загробную жизнь в качестве карнавала и праздника. Очевидно, что такая подача информации может спровоцировать весьма печальные последствия. Мама. Манолу. Я так скучал по тебе. Сынок, я очень скучала. Я так долго ждала тебя. Во многом мультфильм Книга жизни продолжает тему, начатую куклами и мультфильмом Монстр Хай. Но пока мы назвали самые очевидные вещи Есть в мультфильме и много других неадекватных моментов Которые, конечно, в картине за 50 миллионов долларов не могли появиться случайно Например, домашнее животное главной героини – это поросенок Он показан скорее злым, чем добрым Но самое любопытное, что за весь мультфильм поросенок ни разу не хрюкнул Но он постоянно бегает В мультфильме встречается много шуток на туалетную тему Отдельные герои регулярно срыгивают А некоторые – не очень-то Это Чупаклабра? Легендарный козий вампир? Хочу такого Чурас! Чурас! Чурас глазури! Ты что, совсем? О, Боже! Бился сразу с тремя быками! Это же неправильно! Что это за ужас? Мы же дети! Вот еще один показательный момент Один из старостепенных мужских персонажей поет серенаду о любви Но когда песня заканчивается, он разрывает на себе майку И зритель на долю секунды может видеть, что на его груди нарисован мужской портрет, обрамленный в сердце Естественно, не обошлось в мультфильме без алкоголя Голливуду ведь надо приучать детей к культурному самоотравлению с детства Мы уже были в четырех барах дважды Стой! Эта девица не для тебя, брат! Эй, пошли в кабак! Может, лучше расскажешь нам, как там в Европе? Там прекрасно Красивая музыка, картины и книги Было чудесно Отдайте медаль, или я ее убью! Мужик, все такие Да здравствуй, слобода! Отдельного внимания в этом мультфильме заслуживает и появление второстепенного персонажа с ножом вместо ноги Похожие образы мы ранее встречали в очень нехорошем клипе Виктории Модесты «Прототип» И в недавно вышедшем фильме «Кингсман» Пока, конечно, рано говорить о новом голливудском мейнстриме в пропаганде извращений Но, как минимум, тенденция уже очевидна Ну и напоследок немного о главном внешнем посыле мультфильма Который после просмотра должен усвоить каждый ребенок Его можно свести к фразе «Будь собой» Я горжусь тобой, сынок Я люблю тебя, папа Вот именно тогда Маноло победил свой самый большой страх Быть собой Согласна! Конечно, в отношении главного положительного героя Который по сюжету не хотел убивать быков, несмотря на многочисленные просьбы своих родных Это выглядит довольно мило Но в качестве морали детям, которым предстоит еще учиться, тренироваться и расти над собой Призыв «Будь собой» уже не содержит того положительного посыла Да и в целом, понятие добра и зла в мультфильме носят очень относительный характер Так как положительная по сюжету богиня мертвых Катрина и отрицательный Ксибальба Свободные от работы время ведут себя как влюбленная парочка и просто развлекаются, делая ставки на людей Старайтесь показывать детям в основном советские мультфильмы Смотрите их вместе, комментируйте, обсуждайте действия главных героев И учите детей отличать хорошее от плохого Что такое хорошо и что такое плохо? Подписывайтесь на наш канал YouTube, ставьте отметки «Мне нравится», комментируйте видеообзоры и присоединяйтесь к проекту «Научи хорошему» До новых встреч!